Герой нашего времени Юрий Гагарин в Венгрии в 1961 году. Юрий Гагарин провел три дня в Венгрии с 19 по 21 августа 1961 года в рамках своего дипломатического кругосветного путешествия с миссией мира после космического полета. 16 августа 1961 года венгерская пресса проинформировала жителей страны о приезде Гагарина в Венгрию, что вызвало настоящую гигаринскую лихорадку, особенно среди людей школьного возраста. Каждый хотел себе фотографию Гагарина. Компании, фабрики, предприятия, учреждения начали активно готовиться к встрече с первым в мире космонавтом лично. Приезд Гагарина был приурочен к самому большому государственному празднику Венгрии – празднованию Конституции 20 августа. В честь этого дня улицы Будапешта были празднично оформлены с гагаринской нотой. Гагарин прибыл в Будапешт с субботу 19 августа 1961 года с женой и маленькой дочерью по имени Галочка. Он приземлился в аэропорту Ферихеди 940 на специальном самолете Ил-14 аэрофлоты номер 61773. Собралась толпа из 25 тысяч человек, чтобы встретить его. Половина встречающих прибыли спонтанно, поэтому официальное торжество превратилось восторженное народное празднество, которое длилось примерно час. Гагарин на открытом автомобиле направился из аэропорта по проспекту Улои к площади Москвы, где находилась его гостиница. Его сопровождали мотоциклисты в белых касках. По маршруту протяженностью около 20 километров тысяч людей встречали проезжающую колонну тротуаров, балконов, крыш, из окон домов и даже с ветвей деревьев. Из гостиницы Гагарин и его семья поехали в парламент, где их встретили в зале Мункачи, а затем устроили гала-ужин и танцевальный праздник. Во второй половине дня Гагарин и сопровождающие его лица отправились в одно из красивейших мест Будапешта – на площадь Героев. Там он находился на общем собрании в присутствии около 200 тысяч человек. В воскресенье 20 августа Гагарин с семьей на специальном поезде отправились в Южную Венгрию. В 6 часов утра они покинули гостиницу, в 8 часов утра встретились с жителями городка Сталин Варош. Современное название Дунауи Варош. Там они следовали на открытом автомобиле по маршруту от вокзала до кинотеатра Дожа в центре города. Затем Гагарин отправился поездом в город Печь, приветствуя толпу с махом руки на крупных железнодорожных станциях, таких как Дунафольдвар, Пакш, Боньхат и других. Добравшись до железнодорожного вокзала города Печь, он поехал на главную площадь имени Сечени. Из-за собравшейся толпы машина двигалась медленно. Люди радостно осыпали улицу цветами. Далее Юрий Гагарин пообедал в ресторане Олимпия, а затем отправился в молодой шахтерский городок под названием Комло. На собрании присутствовало около 25-30 тысяч человек, то есть примерно все население города. На обратном пути народ также сопровождал поезд на каждой станции. В городах Домбовар и Шарбогард поезд ненадолго остановился и Гагарин мог поприветствовать толпу. В понедельник 21 августа Гагарин принял участие в круизе по Дунаю в Будапеште. Он провел пресс-конференцию на корабле, затем прогулялся по знаменитой улице Вации и при участии огромной толпы также посетил Центральный клуб Венгерской народной армии. Сегодня это штаб-квартира Венгерского коммерческого банка по адресу улица Вации, 38. На этом день завершился. Гагарин с семьей покинул Венгрию в аэропорту Ферри Хэйди 22 августа в 9 часов утра. Маршрут от гостиницы до аэропорта также был переполнен людьми, как и в тот день, когда Юрий Гагарин прилетел в страну. Субтитры создавал DimaTorzok